Я хочу пригласить вас на фестиваль благости. Это удивительное место в Чёрном море, Анапе, много светлых лиц, две недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это. Потому что победа над судьбой, она имеет три этапа. Первый этап находится в сердце у нас, три круга судьбы есть. Первый круг находится в сердце у нас, второй между нами, а третий в нём, в человеке, который наказывает меня. Допустим, есть прокурор и есть я, да, допустим, меня сажают. Я начинаю молиться. Сначала у меня спокойствие, всё будет хорошо, потом между нами, и потом в нём. И у него будет желание смягчить срок. Потому что ты побеждаешь судьбу. Кроме законов есть ещё люди, у них есть своё мнение. Оно тоже учитывается. Закон никто не обойдёт, а вот люди, они меняют решение. В зависимости от того, как человек действует. Любовь побеждает судьбу. Доброта. Есть четыре стадии разрушения судьбы. Давайте на разных уровнях будем брать. Это влияние времени, мы говорим сейчас о влиянии времени. Смотрите, первая стадия. Сначала хорошая судьба, а у меня хорошее здоровье. Всё это просто хорошая судьба. Всё, сейчас хорошая судьба действует. Первый скажет, я молодая, поэтому у меня хорошее здоровье. Нет, не факт. Бывает у молодых людей плохое здоровье, потому что действует плохая судьба. Но в целом молодым людям легче побеждать, чем в возрасте. С возрастом тяжелее справляться уже со здоровьем. Итак, у меня хорошее здоровье, значит хорошая судьба. Теперь первый уровень влияния времени у меня в организме. Что-то у меня не так. Какое-то плохое самочувствие, слабость. Я не знаю, что там конкретно, что-то как-то не так. Просто вот временно давило чуть-чуть на здоровье. Теперь у нас в семье что-то не так. Что-то вот было нормально всё, что-то сейчас как-то не ладится. У нас в стране что-то не так. Между странами нашими что-то не так стало. У нас на земле что-то вот не так. Раньше жили спокойно, сейчас что-то не так. Первая стадия. Вторая стадия. Со здоровьем. У меня плохое самочувствие. У нас плохие отношения. У меня плохой город. Плохая страна. Или другая страна плохая по отношению к нашим. Третья стадия. Я болею. Болею. Я больной человек. Третья стадия. Мой муж враждебно относится ко мне. Ну то есть я хороший, он плохой. У меня плохое здоровье. Мой муж плохой. У нас плохой город. Наша страна хорошая, а это плохая страна. Это третья стадия. И четвертая стадия это реанимация, развод. Свалить из города. Война между странами. Как вы думаете, что побеждает? Что за сила убирает вот эти все стадии? Эта сила называется доброта. Вот доброе отношение по отношению к себе означает идти на природу, жить правильный образ жизни, не обжираться на ночь. Это доброе отношение к телу. Доброта. Доброта к своей семье. Мягче разговаривать, нежнее простить, прощать. Заботиться. Смягчает ситуацию. Доброта к своему городу. Ну не нравится, иди приберись в городе, что-нибудь сделай доброе, какую-нибудь акцию. Город станет светлее. Доброта по отношению к странам, к тем, которые, как бы, тыкать, кажется тебе враждебной и так далее. Смягчает. Дипломат, который по-доброму относится к врагу, убирает военные ситуации. То есть ему верят, доверяют и решают не воевать. Такое много раз было. Один человек спасает целый народ от гибели. Доброта или энергия любви — это та сила, которая побеждает судьбу. Но доброта — это не наша сила. Есть доброта, идущая от природы. Добрые люди представляют Бога. Вот когда тебе плохо, надо не психолога искать, а доброго человека. Потому что через него подействует Господь и тебе подскажет, что делать. Потому что Господь подсказывает через человека, через доброго. Не мотивированного ни деньгами, ни успехом, а просто который хочет тебе помочь. Когда мотивации нет у человека никаких, кроме желания помочь, через него начинает действовать Господь. Потому что когда у человека есть мотивация денег, успеха, славы, то Господь не будет действовать через этого человека. и ты правду не узнаешь о своей жизни в чем человек может вообще не разбираться в судьбе он все равно подскажет все он добрый но он не должен быть внутри ситуации должен быть вне если вы спросите у своего мужа что мне делать сейчас со своей семьей он внутри ситуации находится может быть он добрый человек но он будет свою сторону вам подсказывать правильный ответ находится вовне мать земля дает человек отдых покой люди недооценивают я когда был стресс я молился много и чувствую что-то мне не хватает вроде молитва работает но чуть не хватает я понял не хватает просто силу силу я пошел просто гулять на природе каждый день гулял по лесу просто все я восстановился просто потому что контакт с матерью произошел когда ребенок сисью берет что с ним происходит застывает женской энергии материнской энергии так действует на газ застыл успокоился земля тоже мать ты идешь просто забываешь про все природа земля нас застыл успокоился победа над судьбой спокойствие признак победа над судьбой то первый круг судьбы это внутри человек она действует первый круг что такое время что это за сила такая время время составляет нас жить вот если бы тело не старела мы бы не дергались просто бы вы лежали как ватрушки бы и все мы бы не сильно напрягались вообще в этой жизни зачем если все так хорошо лежишь себе на диване и все хорошо человек же сам по себе существо инертное если все хорошо он расслабляется просто и все поэтому время что она делает тело старит каждая секунда ребенок рождается он стареет на но сначала он развивается он растет кажется что молодеет но тело становится старше все равно